Всем привет, дорогие друзья, с вами Gameplan, и это обзор на игру Blood Bowl. Эту игру ждали многие, ждали долго, и вот, наконец-таки, она вышла на Android. Итак, обо всем по порядку, начнем. Это, во-первых, стратегия, в которой вам необходимо будет управлять своей футбольной командой. Но это не обычный американский футбол, а футбол, наверное, без правил, не на жизнь, а на смерть, с людьми, с нежитью и орками. Итак, в игре присутствуют два режима игры, это синглплеер и мультиплеер. И давайте на примере синглплеера посмотрим на данную игру. Здесь есть кампания, есть просто случайный матч, можно сохранять, загружать игры. Но давайте выберем просто случайный матч. Так, а что здесь можно сделать? Ну, в принципе, наверное, ничего, кроме сложности. Давайте сделаем сложность изи. Стадион поменять нельзя, ничего, вроде нельзя. Я играл только в кампанию, прошел обучение и, в принципе, относительно разобрался. В игре так ставки делать, ничего мы не будем делать. Давайте уже начнем непосредственно сам процесс игры. Но сразу же скажу, если вы ждете чего-то простенького, где нужно нажать на одну кнопку и победить, то здесь вы этого не дождетесь. В этой игре действительно придется разбираться, погружаться в нее и разрабатывать свою тактику и стратегию. И только тогда вы сможете побеждать. Если вы ждете чего-то легкого, простенького, то идите играйте во Flappy Birds, в Angry Birds и в другие игры, связанные с птицами. Ну а здесь самые настоящие гладиаторы, самые настоящие орки. И в этих баталиях вам необходимо побеждать. И, как это называется, Танчдаун? Что-то я неправильно произнес, забыл, как это слово правильно произносится. В общем, вам необходимо забить гол. Итак, начинается бой, точнее, игра. Что мы можем делать? С помощью Pitch to Zoom мы можем убавлять, приближать камеру, смотреть положение наших игроков, положение вражеских игроков. Вот наша команда, красная, это орки. Так, давайте примем бой и начнем, собственно, саму игру. Так, что же сейчас происходит? Так, мы должны сейчас давать команды своим игрокам, но почему-то они меня отказываются просто слушать. Так, вот сейчас мы можем отдать команду, к которой мы развели мяч, то есть наш игрок пинул мяч и вывел его на паровину игрока вражеского. Итак, вражеский игрок нанес удар по моему орку. Все они окружают мячик, и теперь, я думаю, они захотят устремиться к моей линии для того, чтобы забить мне гол. Так, неплохо они скоперировались, защищают своего игрока, тем самым не давая мне к нему подойти. Они совершают перестановки. Итак, да, у него не получилось перейти, потому что мой игрок заблокировал его ход. Итак, теперь мой ход. Мы можем управлять разными юнитами и отдавать им разные команды. Так, это громилы. То есть это те персонажи, которые должны, так сказать, делать преграду для того, чтобы... То есть расчищать путь. Так, давайте нажмем ЕС и послушаем, что у нас получается. Эх, блин! Вот я это зря сделал. Ведь я мог заблокировать вот этого ближнего чувака, но теперь из-за этого я потерял ход. Мой игрок наука в нокауте, и теперь мы играем без него. А тем самым противники кооперируются снова, и ждем, что же будет дальше. Какую же ошибку они допустят? А они ее просто обязаны допустить, потому что я выбрал легкий уровень сложности. Графика в игре достаточно неплохая, как вы видите. Все очень интересно сделано. В игре присутствует только английский язык, русского, к сожалению, нет. Итак, теперь наш ход. Давайте теперь скооперируемся. Я предлагаю заблокировать вот этого игрока. Итак, выбираем... Ре-ролл делаем, и дальше мы выбираем, куда его снести. Ставим вот сюда, нажимаем Yes, и мы подвинули вражеского юнита. Так, дальше, на кого бы нам напасть? Давайте нападем вот на этого чувака. Так, или он не может этого сделать. В общем, тогда давайте подвинем его вот сюда, чтобы заблокировать им дорогу. Далее, что мы сделаем? Выбежим вот сюда. Ну, в общем, этот матч может длиться, наверное, бесконечно долго. Во всех нюансах управления, вы сможете разобраться, пройдя обучение. Там все доходчиво объясняют. Доходчиво объясняют вот эти вот кубики, которые дают вам определенный рендом в выполнении определенных, так сказать, комбинаций, атак и прочего-прочего. Игрушка неплохая, но, повторюсь таки, если вы не хотите сидеть, наверное, минут 10-15, чтобы разобраться в этой игре и играть в нее, то тогда я вам ее не советую. Но если вы хотите реально крутые игры, в которых нужно не только нажимать на одну кнопку, чтобы победить, то эта игра, я думаю, вам, безусловно, понравится. Я, конечно же, хотел, чтобы эта игра была экшеном, тогда бы это было еще круче, но, в принципе, так как мало достойных стратегий на Android, то данная спортивная, безбашенная стратегия, я думаю, выступила хорошим подарком для нашей платформы.